Я думаю, что повестку все получили, цель нашего собрания и ясна всем, тем более, что я так понимаю, собравшиеся очень близки к теме нашего сегодняшнего мероприятия, не понаслышке знают, что такое индустриальные парки, промышленные площадки и их проблемы. И, соответственно, мы сможем сегодня в динамичном режиме, в отведенное время, дать свои предложения и ответы на какие-то вопросы Министерству экономики, чтобы они могли документ, который они нам с вами представили на ознакомление доработать. От организаторов попросили меня также сообщить, чтобы все-таки мы соблюдали с вами мероприятия по санитарной гигиене, находились в маске, с лишним большими группами по 5-10 человек не обнимались и все такое прочее. Я с удовольствием передаю слово Министру экономики Республике Тарстану Медхат Ратарчичу Геотмедову для приветственного слова и объявления нашего мероприятия. Добрый день, дорогие уважаемые коллеги. Во-первых, мы очень благодарны вам за то, что вы нашли время и возможность сегодня поучаствовать в нашем круглом столе. Сегодня в нашей работе принимают участие наши уважаемые руководители районных и городов нашей республики, уважаемые наши главы. Также принимают участие в нашей работе и наши успешные руководители наших промышленных парков. Также сегодня с нами в режиме видеоконференц-связи он нас слышит, да, будет с нами работать и Максим Константинович Пальников, представитель управления, директор по развитию ассоциации бюджетных парков в России. Но у нас сегодня, об этом, эту тему мы с вами уже достаточно продолжительное время, особенно последнее, очень активно обсуждаем. Сегодня у нас практически в каждом районе работают наши промышленные парки и площадки. Создали мы порядка 100 объектов инфраструктуры в каждом районе, но надо сказать о том, что, к сожалению, не все наши, эти площадки работают эффективно. На то есть и объективные причины, есть и объективные причины. И вот то, что мы уже с вами, уважаемые коллеги, общались, мы очень много слышим от наших руководителей, от наших представителей бизнеса о том, что наши промышленные площадки, они в том виде, в котором сегодня существуют, мало привлекательны. Ну, потому что, кроме того, что есть там, конечно же, объект инфраструктуры, но, тем не менее, проблемы остаются. Особенно это касается вот нашей Закамской зоны, где у нас там практически 4 города Тосера, соответственно, резиденты, которые работают в рамках Тосера, имеют соответствующие льготы. Кроме того, у нас там есть особая экономическая зона. И мы, когда с вами пообщались, пообсуждали, получили много предложений от нашего бизнеса, малого и среднего, тех наших потенциальных участников наших промышленных площадок, что необходимо некоторое сближение тех условий, которые сегодня существуют. Вот на этих площадках, которые я сказал, и на тех площадках, которые у нас сегодня работают в наших городах и районах республики. Мы очень внимательно вместе с вами проанализировали те проблемы, которые сегодня есть на этих промышленных площадках. Мы во многих районах побывали, прошлись, как говорится, ногами, встречались с резидентами. И уже в конце прошлого года мы ряд мер поддержек уже допустили. Значит, это и займы, мы их назвали стройка, потому что мы слышим от нашего бизнеса, что и от руководителей районов, что необходимо построить производственные площади, то есть это дает возможность уже оперативнее и более эффективно привлекать резидентов. Конечно же, есть вопросы в плане того, что на самом этапе создания и старта этих промышленных площадок должны быть комфортные условия для резидентов этих промышленных площадок. Соответственно, есть по некоторым нашим промышленным паркам остаются все-таки еще инфраструктурные ограничения. Где-то что-то не хватает, там и дорог, где-то не хватает и другой инженерной инфраструктуры. Кроме того, мы слышим много вопросов от наших резидентов в плане того, что необходимо решать вопросы в части высоких цен на электроэнергию в тех наших парках, где это существует. И посмотреть вообще некую такую финансовую модель этого парка, мы понимаем, что парк – это тот же самый бизнес, что и резидент. Парки, они в любом случае должны в конечном счете тоже работать как бизнес. Поэтому задача наша с вами такая, и эту задачу поставил перед нами президент нашей республики Республики Миниханов. И в своем послании ежегодном он обозначил нам, Министерство экономики, главу наших министральных районов, выработать предложение в плане повышения эффективности наших промышленных парков. Чтобы любой промышленный парк или промышленная площадка в районах нашей республики, она была привлекательной для наших резидентов, потенциальной для малого и среднего бизнеса. Мы разработали концепцию создания такого формата промышленного парка в региональном уровне. Мы вчера очень достаточно подробно обсуждали этот вопрос и в Госсовете нашей республики. Мы планируем выйти с проектом закона, чтобы все эти решения, которые будут приимты, которые будут согласованы в окончательном виде с руководством республики, они были приимты в форме закона. И, соответственно, уже для того, чтобы законом был действительно такой рабочий и отвечал на все вопросы, мы и сегодня в рамках нашего круглого стола хотели послушать вас. Как я уже сказал, здесь у нас и представители бизнеса, потенциальные резиденты, наши уважаемые руководители городов. Что нужно нам с вами вместе вписать в этот закон, в этот законопроект, значит, что нужно нам с вами сделать, на что нужно обратить внимание, для того, чтобы, значит, вот та задача, которая перед нами стоит, чтобы мы ее, значит, очень оперативно, быстро, эффективно с вами могли решить. Я сейчас, наверное, свой представлю за Рустам Равкаджи, который коротко дает заботу. Спасибо большое, Настан Равкаджи. Лично мне, как эксперту отрасли, очень импонирует, что Рустам Равкаджи занимается этим вопросом. И тут, я так понимаю, коллеги поскромничали, потому что, когда я только начинал вникать в эту тему в 2012 году, у Рустам Равкаджи уже был опыт получения государственных капиталовложений, еще, по-моему, при Набиулине, а потом при Улюкаеве, да, и опыт ФНС и все такое прочее. Вы сами видите, сколько сейчас не специалистов и людей не в теме занимаются или пытаются спорить каким-то вопросом. И вот лично мне очень важно, что специалисты, которые начинали эту тему в Республике, да, они ее продолжают. Поэтому я думаю, что здесь мы сможем продвинуться, теперь уже Михаил Равкаджи в качестве заместителя премьер-министра уже в любом качестве занимается этим вопросом. Самый главный свой процесс не был длительный, чтобы он имел какой-то законченный финал, эффективный, чтобы уже наши президенты, наши районы могли развивать свою территорию. Вот это очень важно, потому что мы много говорим, но не секрет тот, что уже все люди прекрасно понимают, как создавались эти промышленные площадки. Но сейчас очень важно, чтобы наполнить эти промышленные площадки таким, скажем, внутренним содержанием, чтобы они были эффективными, чтобы мы могли предложить бизнесу, что да, вот есть площадка, которая дает им возможность для развития бизнеса, и которая более привлекательна, чем просто открыть свой бизнес где-то, который всегда вне этой площадки. Да, спасибо большое. Слово Руслану Афкаджу, первому заместителю министра, директор департамента развития предпринимательства и конкуренции, Республика Тарстану, для презентации концепции развития промышленных фактов и площадок. Спасибо, всем добрый день еще раз. Эту презентацию в некой своей итерации уже большое количество людей здесь ездило, она прицепляет постепенные изменения. Я просто подраскрой еще некоторые моменты, особенно для тех, кто впервые это увидит. На этом слайде мы видим нашу сегодняшнюю ситуацию, что промплощадка, полторы тысячи резидентов, 32 тысячи рабочих мест. Мы проводили, провели, постоянно проводим определенные работы по изучению, почему же не на всех парках так активно появляются резиденты. Вот на этом слайде мы сформулировали совместно с вами проблемы и как их можно решить у нас в Республике. Сейчас я задаю вопросы о сложности передачи земельных участков. Соответственно, у нас есть в Республике поставление 10.3.4, которые, к сожалению, не очень удобно использовать управляющих компаний промпарков. Не буду сильно останавливаться. Почему? Есть возможности, предложения, какие внести изменения, чтобы и управляющие компании промпарков могли более удобно этим бороться. Отсутствие готовых производственных помещений. Это также часто мы слышим. Понятно почему. Потому что малого бизнеса у самого денег нет вкладывается в строительство. В прошлом году мы уже начали пробный такой продукт 30-миллионный займ на стройку. 8 резидентов промпарков получили, и одна управляющая компания получили эти займы. Должны выходить на стройку с начала 20-го сезона. Будем следить за этим. И в этом году планируем продолжить эту практику. Сложность в привлечении финансирования по каким-то льготным ставкам. Развиваем программу микрозайнов и субсидируемый процентный ставок. Хотим их сконцентрировать с особыми условиями на резидентов промышленных парков и промышленных площадок. Высокая стоимость электроэнергии. Часто этот вопрос задают те резиденты, которые подключены по низкой стороне. Провели ряд переговоров. В этом году планируем запустить программу по конспенсации части затрат стоимости электроэнергии в размере разницы между фактически потребляемой стоимостью электроэнергии и стоимостью по высокой стороне. Низкая эффективность работы с привлечением инвестиций резидентов. Отсутствие некого маркетингового подхода для развития парков. Отсутствие кооперации между резидентами. Мы здесь видим необходимость создания некой дирекции. Дальше я раскрою, какие функции мы закладываем в эту дирекцию. Ну и в целом у нас отсутствует единая практика предоставления преференса для индустриальных парков. И пока рабочее название «Особая промышленная зона». Сейчас с проваликами мы определяем, какое название правильно применить. Считаем, что для выравнивания, для улучшения конкурентоспособности промпарков нужно предложить и предложили, вам предлагаем, вот эту концепцию особых промышленных зон. Подраскрою теперь это. Еще раз говорю, «Особая промышленная зона» — это рабочее название. Это действующие промышленные парки или площадки, уже которые прошли аккредитацию в Министерстве экономики, или которые пройдут аккредитацию в Министерстве экономики по постановлению 616. И эти действующие промышленные парки или площадки могут быть наделены статусом особой промышленной зоны. Все промышленные парки, которые будут наделены этим статусом, будут иметь возможность предоставить себя в резидентах определенные виды преференции. Получение этого статуса утверждается решением уполномоченного органа. Уполномоченный орган мы предполагаем, что это Министерство экономики. Вот теперь концепция создания особых условий для резидентов, инвестиционные проекты, которых прошли одобрение уполномоченного органа с целью получения преференций взамен на выполнение определенных обязательств. То есть мы говорим о двух траекториях. Первая траектория движения – это один из действующих, который получает аккредитацию. Вторая траектория – те или действующие резиденты, которые развивают свой проект, или новые резиденты, которые приходят на этот парк, имеющий статус, которые взяли на себя обязательства, подписали соглашение по этим обязательствам, они будут получать преференции. Инициатор по созданию этой особой промышленной зоны предлагается главой муниципальных образований совместно с дирекцией. Соответственно, при наделении этим статусом будут и закреплены определенные показатели. Какие предлагаем особые преференциальные условия? Это налоговые преференции. Мы предполагаем, что преференции должны иметь какую-то границу временную, то есть на 5 лет. Но налоги, которые поступают в региональный бюджет, в имущество транспортное, и в УЦН, упрощенности налогообложения. И по решению, если, значит, муниципалитет будет решение, то по налогу на землю. Компенсация часть затрат на электроэнергию, как я уже говорил. Получение адресных мер поддержки, процент наставка, микрозайм, земельные участки на особых условиях, заимстройка. Этот список не закрыт, он может быть и открытым, но принципиально это налоговые преференции. Я прошу прощения в этот период, я обращаюсь к сегодняшним нашим коллегам. Да, вот, пожалуйста, обратите внимание, первое, можно ли я вам представить, который вы сейчас показали на процессе обсуждения, мы тоже хотели бы услышать от вас ваши предложения, в частности того, что вот эти преференциальные условия получают наши резиденты потенциально, значит, замена выполнения обязательств, которые способны повышению эффективности в промышленном парке. И просто там пришел, и, соответственно, значит, там непонятно, сколько времени ты находишься в таком сообщательном состоянии. Или он должен на эти преференции обеспечить энное количество рабочих методов, которые мы с вами должны определить, и поставить перед ними ключевые показатели. И, соответственно, значит, обеспечить определенный объем капиталя прошедения. То, что мы с вами должны посмотреть. Может быть, у вас есть какие-то свои там видения, что взамен на промышленной площадке нужно реализовать, например, потенциальный резидент. И еще одна разница, которую сегодня утром тоже мы с коллегами обсуждали, налоговая преференция на 5 лет. Ну, понятно, значит, не маленький, не срок. Может быть, то, что, значит, сегодня мы имеем там по федеральной площадке, стоит этот период увидеть, например, там на 10 лет, для того, чтобы уже действительно эта площадка была привлекательна, чтобы не получилось так, что мы там 5 лет на 3 дня поработал, потом через 5 лет, значит, снялся и ушел. Вот эти моменты тоже, пожалуйста, подумайте. Для нас очень важно ваша позиция, ваше мнение, как по этому рассвету. Можно, пожалуйста, добавить. Действительно, налоговый эффект, мы считаем бюджетный эффект от преференции в впадающие доходы и обратные компенсации, чаще всего он вообще находится в горизонте от петиля. То есть у нас нормальная стадия заполнения в любой площадке, ну, допустим, 3-7 лет, и бюджетный эффект, если мы сейчас говорим о республиканском бюджете, он раньше не наступает. То есть мы даже не увидим, например, при планировании, что уступил этот эффект, который площадка не наступает. Ну, бюджетный эффект, понятно, что здесь не ставится задача, например, собрать большой объем налогов. Здесь задача все-таки приоритетна стоит создание новых рабочих мест на территории наших районных и городов. А с точки зрения, значит, увеличения количества резидентов, соответственно, создание новых рабочих мест, это МДП, который у нас сегодня опять, соответственно, местный бюджет, и поэтому здесь тоже, как бы, в этот момент, тоже надо взять. Да, это мы в наших группах обязательно должны будем обсудить. Коллеги, помогите, что-то мне выключилось. Скажу, что мы, скажем так, прежде чем этот концепт разработан, мы изучали и дополнительно и законодательство по особо-каноническим, по ТАСЭРам, и законодательство коллег из регионов. Поэтому здесь некоторые перекликания есть с правилами, по которым работают все институты, на которые это назвали. Резидент особой промышленной зоны, субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность, или планирует осуществлять действие на территории зоны, и который подписал соглашение с дирекцией и уполномоченный орган, и взял на себя обязательства. Обязательства, вот, внизу этого мы предполагаем, это объемка положения и создание рабочих мест. Мы определим в нормативе, в случае, если резидент не выполняет свое обязательство, мы должны будем в какой-то момент исключать его из этого реестра. Резиденты, которые подписывают такие соглашения, они будут включены в реестр, который будет держать Министерство экономики, и на основании этого реестра налоговой службы будет принимать решения по налогообложению этого юридического лица. И вот тоже вопрос, который надо сегодня обсудить, это функции дирекции. Мы предполагаем, что функции дирекции, это внесение инвестиционных проектов на одобрение в уполномоченный уровень, то есть предложение по тем резидентам, по тем юридическим лицам, которые станут резидентами. Введение реестра резидентов у них или в Министерстве экономики, заключение соглашения с резидентами, оценка эффективности инвест-проектов, привлечение резидентов, разработка стратегии промышленных парков, инициирование создания зон застройки территории, ну и обещание взаимодействия с органами власти. Здесь развилка есть такая, где это нам тоже надо будет обсудить, дирекция не заменяет функции управляющей компании, которые есть и работают, и которые имеют право распоряжаться тем земельным участком объекта недвижимости, которые они или владеют, или арендуют. Дирекция должна идти в дополнение к этой работе. В случае, если есть те промпарки и те территории, где управляющие компании или формальные, или их вообще не существует, вот тогда эта дирекция, это юридуство, она может на себя взять еще и функции управляющей компании, то есть и распоряжаться, в том числе, земельным участком и имуществом, которые там находятся. Это нам тоже надо будет взаимодействие дирекции с управляющей компанией и с властями обсудить на наших рабочих группах. В принципе, у меня по презентации все. Спасибо большое, Рустам Аркадыч. Да, действительно, здесь есть над чем подумать, и коллеги, кто также с тех десятых годов занимается.